ВИАЭС А данные всех ходатайствующих о шенгенской визе будут заноситься в эту единую базу По мнению экспертов, система ВИАЭС создается с целью более эффективной защиты личных данных граждан и более слаженного, прозрачного и быстрого рассмотрения визовых ходатайств Основной целью единой визовой информационной системы стран шенгенского соглашения является упрощение процедуры выдачи виз, проверок на внешних границах, повышение уровня безопасности в странах шенгенского соглашения И, конечно же, главная защита личных данных Раз в пять лет необходимо пройти процедуру снятия отпечатков всех десяти пальцев Каждые пять лет данные необходимо обновлять Но зато, например, в случае кражи документов никто не сможет воспользоваться вашим паспортным левизой Система создана при поддержке фонда внешней границы шенгенской зоны Итак, одно из обязательств Эстония выполнила точно по графику И теперь, если у вас, например, пропали документы с визой Во всем мире можно будет выяснить, на каком основании вы попали в ту или иную страну Однако, наряду с красивым вступлением и запуском единой визовой инфосистемы Оказывается, наша страна еще не присоединилась к некоторым важнейшим системам Европейского Союза Например, несколько дней назад было объявлено, что Еврокомиссия подает в Европейский суд на Эстонию, Италию, Португалию и Словению Так как эти страны не присоединились к единой введенной в Европейском Союзе системе водительских прав единого образца Эта сеть также помогает странам добиться, чтобы у людей были всего одни правильные, корректные и не фальшивые водительские права А еще она нужна для того, чтобы водители находились за рулем только тех транспортных средств, для вождения которых у человека имеется квалификация Кстати, занесенному в единый евросписок водителю не удается, как сейчас, убегать от штрафа за нарушение в другой стране Ведь пока что найти его в стране проживания в той же Эстонии очень сложно Обмен информацией через эту сеть должен был начаться еще в 2013 году Эстония таким образом опоздала почти на два года, и терпение европейцев уже на исходе Надо торопиться, ведь штраф, как и всегда в Евросоюзе, будет огромный Александр Сахаров, Екатерина Плехова, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал Продолжение следует...